Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Обзор прессы». Первое издание, которое будет представлено вашему вниманию, журнал «Вода живая». Расскажу о темах девятого номера. Почему святая гора Афон в представлении некоторых верующих превратилась в своего рода православную Мекку? Что делает Афон таким притягательным? Святость ли его подвижников? Или древность его стен? На эту тему рассуждает ответственный за организацию мероприятий, посвященных тысячелетию русского присутствия на Афоне в Санкт-Петербурге, наместник свято-троицкой Александра Невской Лавры, епископ Кронштадтский Назарий. Один из центров вселенского православия, святая гора Афон, от нас далек, а для женщин, как известно, и вовсе не досягаем. И в то же время прикоснуться к особому духовному миру Афона сегодня в городе на Неве может каждый. На Пятой Советской улице завершено восстановление Афонского подворья. С его появлением открывается новая страница в истории представительства Святой Горы в Петербурге. Читайте об этом в разделе подробно. Легендарный петербургский фотограф Александр Китаев побывал на Афоне пять раз. Он обошел почти все обители монашеской республики и сумел передать жизнь полуострова так, как это удается лишь немногим. О своих путешествиях и впечатлениях Александр рассказал журналу «Вода живая». Недавно в Санкт-Петербурге вышел сборник «Афонская свеча», посвященный тысячелетию русского монашества на Афоне. О том, как появилась эта книга, рассказал ее составитель и один из авторов, писатель Евгений Лукин. «Зеленый десант» и «Зеленый патруль» – так назывались смены летнего лагеря на острове Каневец, куда в июле приезжали дети из Всеволожского благочиния, в основном учащиеся воскресной школы при храме спаса нерукотворного образа на дороге жизни. Это был не совсем обычный лагерь. Что же в нем особенного, читайте на 30-й полосе. На своих страницах журнал опубликовал материал, посвященный большому массиву исторических захоронений в центре Петербурга – Митрофаниевскому некрополю. До революции здесь были погребены сотни тысяч человек, но покоя останкам лежащих здесь людей нет до сих пор. В советские годы могилы сравнялись с землей, территорию пустили в хозяйственный оборот. А в современной истории неоднократно пытались застроить. В дальнейшей судьбе исторического некрополя активную роль играет церковь и церковная общественность. Еще в конце 90-х в храмах Москвы стали открываться службы психологической помощи. Сейчас православные психологи есть во многих приходах столицы, в том числе как штатные единицы. Но в Санкт-Петербурге долгосрочные тандемы священников и психологов встречаются все еще не часто. Счастливое исключение – приход святых Константина и Елены на улице Доблести. Продолжение этого материала размещено в разделе «Люди в церкви». Журнал «Вода живая» можно приобрести в храмах Санкт-Петербургской митрополии. «Церковная жизнь» – следующее епархиальное издание, которое будет представлено вашему вниманию. И перейдем к темам этого выпуска. Малыши с удовольствием любят слушать, когда им читают взрослые. Но вот ребенок подрастает, и в его жизнь входят электронные устройства, которыми он активно пользуется. А книги? Останется ли место для них в насыщенной учебой, спортом, музыкой и другими увлечениями жизни ребенка? Статья на эту тему представлена в рубрике «Душа должна трудиться». Икона Спаса Нерукотворного занимает особое место в иконописи, и ей посвящена обширная литература. Об истории происхождения этого образа и упоминании в древних источниках читайте на седьмой странице. Казалось бы, подать записку в храме – дело простое. Однако у многих прихожан возникают вопросы. Чьи имена можно вписывать в церковную записку, а чьи нельзя? Когда нужно их подавать? Вечером или утром? Обязательно ли присутствовать самому в этот день на богослужении? На эти и другие вопросы ответил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Покровска, священник Аркадий Махсумов. Спрашивайте свежие номера газеты «Церковная жизнь» в храмах Покровской епархии. Представляю вашему вниманию православную газету «Благовест». В этом году в парке Рязанского Кремля состоялось долгожданное событие. Здесь был воздвигнут памятник великому святому преподобному Сергию Радонежскому. Об этом читайте на первых страницах. В рубрике «Острый вопрос» опубликована беседа с председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протеереем Дмитрием Смирновым. О том, как складывался приход восстанавливаемого Успенского храма села Казарь, узнаете из статьи на четвертой полосе издания. Литературная страничка расскажет о книге Игоря Евсина «Матушка Феодосия». Подписаться на православную газету «Благовест» можно в любом почтовом отделении России. Подписной индекс 31614. Вышел в свет 37-й номер еженедельника «Православная газета». В этом выпуске представлены следующие темы. 9 октября Церковь будет чтить память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Традиционно на главной странице издания опубликовано слово Святейшего Патриарха Кирилла. 11 октября православный мир вспоминает мученицу Анну Лыкошину. В печатной версии программы «Беседы с батюшкой» диакон Михаил Кудрявцев рассказал о ее жизни и духовном пути. В разделе «Свет не вечерний» архимандрит Савва Мажука расскажет об одном евангельском изречении, которое вошло в историю этической мысли под названием «Золотое правило нравственности». В день престольного праздника Рождества Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии в строящемся храме Рождества Божьей Матери в поселке Чусовское озеро состоялась первая божественная литургия, которую совершил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл. Замечательный фоторепортаж в честь этого торжественного события представлен на 16-й странице. По благословению Святейшего Патриарха Московского Евсея Руси Кирилла, с будущего года, 11 октября, День обретения мощей преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Федоровны и Инокине Варвары станет новым общецерковным праздником Русской Православной Церкви. Об этом читайте в разделе «События». Семейная гостиная расскажет о том, как помочь ребенку стать внимательным и что делать, если этого качества недостаточно. Встречи на Святой Земле после недолгого перерыва возвращаются в эфир телеканала «Союз». Теперь читателя ждет новый цикл бесед. Интересно узнать продолжение? Открывайте 37-ю страницу. В Екатеринбургском гарнизоне пожарной охраны в торжественной обстановке отметили празднование в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина», которую особо почитают огнеборцы и спасатели. Репортаж этого события представлен в разделе «Церковь и общество». В следующем разделе опубликована беседа с музыкантом, певцом, руководителем фолк-группы «Ярилов Зной» Александром Щербаковым. В гостях телеканала «Союз» побывал кандидат богословия, клирик храма Ахтырской иконы Божьей Матери, протеерей Дмитрий Бежинарь. Батюшка ответил на вопросы телезрителей. Тема выпуска – «Дети и экранная цивилизация». На последней 48-й странице размещена молитва преподобному Сергию Радонежскому. 8 октября – День памяти и представления этого дивного угодника Божия. Уважаемые зрители, оформить подписку на православную газету можно с любого месяца и на любой срок. Подписной индекс по каталогу агентства Роспечать – 32-475. На сегодня все. Всего доброго. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова